На два дня областной центр станет площадкой чемпионата России по компьютерному спорту. В Белгород-арене 21 и 22 мая соберутся сильнейшие киберспортсмены страны. Побороться есть за что. Призовой фонд турнира составит более 3,5 миллионов рублей. О том, как стать топовым игроком, где найти команду и тренера, поговорим с Дмитрием Смитом, президентом Федерации компьютерного спорта России, и Дмитрием Орешниковым, председателем Белгородского отделения Федерации компьютерного спорта. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, общий вопрос у меня будет, как компьютерный спорт стал делом жизни, и из чего он вырос? Из компьютерной игры? Ну, наверное, и так. Я помню, что мне было 6 лет. Отца срочно вызвали на работу в выходной день, оставить меня было не с кем, он меня взял с собой. И что я не путался под ногами, посадил меня за компьютер, а это был такой огромный компьютер с таким черно-зеленым еще монитором, там всякие непонятные фигурки перемещались, так вот я первый раз увидел игру, компьютер, она меня захватила. Ну и дальше с развитием компьютерных технологий мне стало понятно, что именно игры могут стать новым спортом, новым соревновательным направлением. И, собственно, этому я посвятил свою жизнь. Дмитрий, как складывались ваши отношения, с чего все началось? В моем случае это были друзья, которые привели меня в компьютерный клуб и показали, что такое игры. С этого все и началось. Дмитрий, я знаю, что у вас двое детей, скажите, они тоже погружены в киберспорт? Безусловно, я их знакомил с этим миром, но старшая дочь, она уже совершеннолетняя, ей были же все-таки музыка, она ушла в музыкальное направление. Младший сын, да, он с интересом занимается, я в свое время его тренировал в одну из игр, который, собственно, завтра у нас будет представлен на чемпионате Клэш-Рояль, поэтому все прекрасно. Вот, кстати, завтра будет, да, финал чемпионата. После завтра скажите, почему Белгород стал площадкой проведения финала чемпионата России по киберспорту? Мы несколько лет назад приняли стратегию, что нам надо вот такие крупные мероприятия проводить именно в регионах, потому что была хорошая практика, что регион получает очень большое развитие после подобного мероприятия. Мы каждый год составляем, как бы, предложения для ряда регионов. Здесь ключевым моментом было то, что, возможно, губернатор принял наши предложения и заинтересовался, потому что без подобной поддержки это невозможно. Ну и второе, это хорошая работа нашего регионального отделения, которое проводит множество соревнований. Скажите ближе уже к нашему, да, к привязке к региону, сколько участников в этот раз, в этом году на чемпионате от нашей области? От нашей области на самом чемпионате участвовало 22 человека, у нас была сборная. Она довольно-таки сильная, прошла там групповую стадию, вышла в плей-офф, но на финал, к сожалению, прошел лишь один человек по дисциплине Теккен. Какие у него шансы на победу? Все шансы у него есть, он довольно-таки сильный игрок, поэтому первое место, я ему только желаю этого. Я могу сказать, что уже в прошлом году этот же человек, он занимал четвертое место на чемпионате России. Вот Павел его зовут, так что я рассчитываю, что да, он покажет всю свою мощь. Ну а мы будем болеть за Павла, надеемся, что наша область будет представлена достойно, безусловно. Скажите, очевидно, что если мы проводим такой масштабный чемпионат, то интерес у игроков будет больше. Насколько мы готовы к тому, чтобы этих игроков поддержать? Есть ли тренерский состав, есть ли ресурсы для этого? Имеете в виду в регионе? Да. В регионе сейчас будут развиваться непосредственно турнирные, и после этого планируется, конечно, при поддержке открытие секций. Сейчас разработан уже федеральный стандарт подготовки игроков, и будем опираться на него и готовить игроков, конечно. Я знаю, что киберспорт в России уже около лет 20 существует, но не так давно был признан как вид спорта, правильно? Скажите, судя по тому, что чемпионат проходит не в столице, значит, движение, в принципе, развито во всех уголках нашей страны. Так ли это? Да, это верно. В России в любом месте соревнуются в киберспорт, потому что наш спорт очень массовый, и для того, чтобы начать заниматься, в общем-то, не нужна какая-то специальная техника. Зачастую достаточно просто обычного смартфона, буквально там за 10 тысяч рублей. И поэтому соревнуются везде. Ну а так, естественно, наш вид спорта, он, помимо того, что массовый, он в основном молодежный. И средний возраст, это вот, наверное, 14 младше нельзя заниматься нашим спортом, это требования Минздрава. И, в общем-то, до бесконечности. Но ядро аудитории это вот 16-24 года. Вот в это время у человека максимально развита скорость реакции, а в нашем виде спорта она очень востребована. А как с наставничеством тренерский состав? Тренерский состав, это всегда очень важно. До сих пор мы обходились точечными решениями, когда бывшие спортсмены, вот я в свое время был одним из лучших игроков в мире, и потом я тренировал свою команду. И дальше вот так вот шла такая вот преемственность. Вот сейчас же мы вышли на принципиально другой уровень, как было верно сказано, утверждены федеральные стандарты спортивной подготовки, и мы запустили несколько программ по подготовке тренеров. Вот буквально на ближайшие дни в Лесговстве, в Питере, открывается новая программа, направленная на тренерство. То есть наша задача сейчас выстроить именно систему. Система, чтобы она была всеобъемлющей. И наша задача, чтобы во всех регионах открывались секции по компьютерному спорту. То есть, чтобы стать топовым игроком, здесь только личные качества развития и самоподготовки, да? Или же все-таки еще какой-то секрет есть? А вы знаете, есть три залога успеха. Безусловно, нужен талант. Без таланта ты не получишь максимального успеха. Но, вы знаете, когда я своего сына, например, отдавал футбольную секцию, я же не рассчитывал, что из него выйти чемпион, что он там Рональдо станет. У меня была задача, чтобы у него было гармоничное развитие. Что вот помимо компьютерного спорта, он занимался физически. Потому что я на себе прочувствовал, насколько физическая форма важна для того, чтобы ты мог показать результат в киберспорте. Поэтому для того, чтобы человек этим занимался, естественно, нужна еще и физическая подготовка. Вот в те же самые стандарты у нас прописано, сколько раз, чего, какие упражнения нужно сделать. Это очень важный момент. Поэтому помимо того, что у человека должен быть талант, у него должна быть готовность к тому, что это не просто сидеть и играть. Игры – это другое. Спорт – это система. Команда, тренер, расписание. И обязательно это все в комплексе. То есть есть у тебя четкое расписание сна, у тебя есть спортивное питание, у тебя есть команда, которая тренировки проводит и так далее. То есть это система. Успех зависит от количества повторений и от дисциплины, от режима, в том числе. Поэтому спорт? Спорт – это потому, что здесь есть система подготовки. Потому что человек, который следует этой системе, он совершенствует. Но я всем желаю не стараться быть лучше кого-то. Я всем желаю соревноваться с собой, чтобы ты завтрашний был лучше, чем ты вчерашний. В этом залог успеха. Спасибо огромное. Ну а мы, в свою очередь, желаем вам успешного, фееричного проведения финала чемпионата по киберспорту в нашем городе. И будем рады видеть вновь и в городе, и в нашей студии. Спасибо, что были в гостях. Спасибо. Спасибо. Спасибо.